всем привет мы идем в парк сегодня у нас в открытии погода замечательная на улице солнечно практически нет туч я даже не вижу сейчас в этой части города вообще нету туч настроение ну как вам сказать моментами отвлекаюсь так я все эти дни самого начала этой ситуации в украине я очень как бы все время на телефоне сижу проверяю что как сюда поворачивать пойдем пока никого нет постоянно на связи с людьми которых я знаю какие-то родственники там друзья подписчики настроение вы мои знаете позицию вы мою знаете я очень переживаю несмотря на то что я нахожусь здесь плачу тоже моментами читаю какие-то новости смотря видео как убивает детей как приезжают танками на людей и это очень все очень страшно естественно я не буду записывать свои эмоции на камеру как я плачу зачем кому я что должна показывать как я реагирую на это все пытаюсь отвлекаться вот сегодня первый раз когда мы куда-то вышли я уже почувствовала боль в ногах спине потому что у меня за эти дни все максимум за день это пятьсот шестьсот шагов то есть я все время сижу на месте смотрите кстати настолько интересный участок дороги от едете и здесь видите светофоры есть и закрыто сейчас посмотрим что там такого что она закрывается мы сегодня идем в новый парк в котором ни разу не были идти далековато примерно 28 минут от дома мы уже на половине пути что еще рассказать с мужем поссорились немного в тему вообще такая ситуация кстати несу уже мусор киндер пингви купили близли по пути несла 20 минут в парке не покажу вам что тут как вот такая у нас погода трава зеленая небо чистое то что сейчас нужно украине пойдем наверно сюда я думаю да пойдем странно так тут никого нет кстати вот этого дорога с которой мы пришли там закрыто и потом автобус едет сюда но я не могу понять почему в этой части дороги андрюш здесь автобусы тоже ездит вот кстати и автобус там видите красный сейчас будет ехать отходи сынок сюда на обочину автобус не знаю почему именно на этом участке дороги все так закрыто сейчас посмотрим с вами на новый парк тоже идем впервые так тивильненько красиво да сын тут хотя это еще не парк спокойно тут так не машин не то бы с редко ездить похоже вот и автобус мне все таки интересно почему вот там вот закрывают этот участок дороги и прям надо как-то в интернете загуглить вот смотрите здесь и 100 посмотрите что мы увидели прикольно так вот идешь нет мы дальше идем это по приму а вот речка тоже смотри я думаю это парк мы должны переходить пойдем так и дойдем вот мы уже и пришли вообще у меня по карте показывает парк только начинается сын нет ну вот вход может быть много людей внутри зачем тебе люди если ты пришел гулять сюда у меня еще по карте показывает десять минут но я думаю что это уже есть начало парка . такие лавочки ой зелено должно быть тут очень красиво садись садись здесь фонтан сынок вы смотрите какая красота нет это не фонтан это это ступеньки прикольно красиво такая речка видите как все цивильненько и зеленая травка сосны и деревья сейчас пойдем туда на разведку на проверку мы с собой закупились немножко тормозком взяли с собой бургеры с макдональдса это ж мой ты свой уже съел ну да если бы я не увидела то все было бы хана знаете что больше всего не люблю я люблю взять с собой тормозок прийти в парке разложиться или сесть на лавочку и есть нет мы дошли до лидла с сначала мы зашли макдональдс купили бургеры зашли в лидл постояли в супер огромной очереди сейчас на видео увидите простояли там купили а что мы купили этим о господи как они называются кексики какие-то маленькие и киндер пингви и стали возле лидла уже андрей начал есть бургер говорю да блин пошли до парка дойдем нет стоят и сейчас вот опять есть хотел забрать мой бургер я не хотел я думал я хотел мусорку а мусорку да а я почувствую там бургер а понятно а чего ты разделся тут не так уж и жарко пойдем мы только и парк зашли там дальше будет парк сынок ты думал что это все парк закончен здрасте парк вот там дальше там много всего интересного так что сейчас вот такое купили целую корзину кексов шоколадных вкусные сын говорит вкусно так вот пытаемся мы отвлечься от всего потому что давит все тоже на психику несмотря на то что мы не там давайте я хочу вас попросить чтобы мы под видео не разворачивали политику во первых я в этом некомпетентно я не могу комментировать ничего насчет этого я лишь верю в то что обычные люди этого не затевали они этого не хотят это все игры политиков они в любом случае договорятся рано или поздно а мы все друг с другом у кого разные мнения мы просто можем разделиться что уже произошло в мире люди разделились то есть даже родственники между собой которые например живут то есть это не моей ситуации я вообще смотрю по миру то есть даже родственники которые например живут в россии а другие живут в украине и у них разные мнения и от этого очень больно что из-за таких вот тем родственные связи могут разрушиться поэтому я хочу попросить вас все таки конечно мои ощущения ощущения эмигрантов или людей других украинцев это ничто по сравнению с теми людьми которые сейчас это переживают именно в центре событий но это не значит что мы не переживаем и что нужно обесценивать тоже наши чувства и это очень тоже тяжело давит на мозг у меня уже закончилась валерьянка таблетки возможно на обратном пути я смогу их найти поэтому мы пришли сюда ой красота какая сейчас вам переверну камеру пришли сюда чтобы как-то развеяться и также заснять вам потому что мы здесь еще не были и какие-то хорошие новости рассказать вам потому что я сужу по себе например сейчас я ой сейчас вообще такое прекрасное место сейчас покажу я все эти дни все время на телефоне все время каждую минуту секунду листаю инстаграм очень часто проверяю новости и ой смотрите какая благодать не хватает только сесть и рыбу половить хотя вряд ли она тут есть и кстати мелко сейчас переверну камеру покажу смотрите как красиво хорошо сыночек ромашечки там белая речка вот так вот здесь меленько видите раз хотя там кто его знает утки плавают очень тихо и спокойно если бы я могла я бы сейчас каждого каждого кого я знаю не знаю пригласила бы сюда я уже в принципе предлагала девочки мои подписчицы если бы она могла мы бы с удовольствием приютили и у нас если бы она смогла сбежать но увы и и и и и и и Прошлись чуть-чуть дальше, смотрите, тут тоже какое местечко интересное есть. На пикнике можно классно посидеть. Ну, написали, что рыбы здесь ловить нельзя. Ну, я думаю, это ее и нету здесь, в принципе. Ну, так вот посидеть тоже хорошо, как в лесу. Пойдем дальше, сынок. Утки, я не знала, что утки летают. Я не знаю, они сидели вот там вот на дереве, да? Вот здесь на дереве, а они полетели прямо, знаете, как первобытный человек. Я не знала об этом, сын, я только вот сейчас узнала. Капец какой. А как они надеялись тогда? Не знаю. Я не думала, что утки умеют летать. Знаете, я это сравнивала с домашними утками. Так это же не лебедь, это утка. Ну, возможно. Ой, знаете, вот человек что-то лепит, крепит, а мне сразу ассоциация, как будто бы в Украине метки ставят. Знаете, сразу в голове это вот делюсь с вами, то, что первое пришло в голову. В общем, мы затерялись. Приехал муж. Мы затерялись, мы по карте посмотрели, обошли сейчас круг, сейчас снова идем, как видите, по той же самой дороге, по которой мы шли, чтобы попасть в парк, видимо. Я тогда сказала, когда, блин, когда я сказала, чтобы свернуть налево, что, возможно, это парк. Скорее всего, я ошиблась, потому что к парку нужно идти, скорее всего, подальше. Вот. А это просто небольшое такое местечко уютненькое. Поэтому сейчас идем снова подальше. Вот снова та же небольшая речка с утками. И идем с вами дальше. Вот то место, к которому мы пришли с самого начала. И, похоже, мы все нам путали, да? Да. А где она тогда? Здесь, что ли? Наверное, ящерица или кто водится. А, здесь не речка, здесь просто вот такое, видите, местечко. Оказывается, еще десять минут идти к парку, где-то один километр. Да, класс. Может быть, это парк? Вот, смотри, зернятик? Да. Нет, это не парк. Нам туда дальше можно. Можно вот там. А это у нас, по-моему, место для гольфа. Там вот, видите, флажок вдалеке. Вот, вот, флажок вдалеке. Ну и такое местечко, как для гольфа. По карте тоже показывает гольф, так что можно и в гольф поиграть. Сейчас пойдем все-таки искать парк. Знаете, тут такое ощущение, что попал в какой-то другой мир. Там вот новость их написана. Называется, кстати, парк Стокли. Парк. Здесь такая дорога классная. Вот почему она закрыта была не для всех. Здесь тоже закрыта. Идем пока еще сами не знаем куда. Как-то здесь все. Людей мало. Машин мало. Андрей, машина. По дороге. Кто ездит? В общем, куда-то мы идем. Сами не знаем куда. Карта нас ведет куда-то сюда. Кстати, интересно. Вот что-то. Apple Staff and Visitors. Только. Здесь компания Apple, что ли. Apple Staff. В общем, куда-то идем. Сами не знаем куда. Можно мы сюда или нет. Ну, карта ведет сюда. Почему-то. Не знаю, куда мы вообще зашли. Куда мы вообще зашли. А вот и муж. Хотя по карте показывала, что еще очень далеко. Пойдем туда, на качель или что это такое. Ну, тоже тут такая площадка интересная. Цветы. Это не качель, мам. А что? А, ну, посидеть тоже можно. Ложи. Проходи. Проходи, проходи. Давай. Давай, ты сильный, давай. Такая речка, не речка, но, знаете, посидеть. Вообще так спокойно, видите, вообще никого. Лавочка даже есть. Цветочки. Турник даже есть. Вот там вот. Прикольно. Вы мист. Бегай. Это мы перепутали, сынок. Это мы перепутали парк. Мы подумали изначально, что то был парк. Вот там вот. И повернули налево, там, где мы сидели на пикнике. А на самом деле это был не парк. Парк вот там вот подальше. Поэтому надо до парка еще дойти. У нас сейчас будет остановка перед их, да? Да. И? Там можно отзываться. Да. Давай, сейчас посидим и пойдем. It's okay. For all these days I just sit. Sit, sit. Need some active. It's very bad to sit. Yeah, it's very calm here. They give me flour. They give me flour. You want delicious? Without raisins. 5 pounds? No, it's one something. It's a pound for all. He took with him 5 pounds. Yeah, but I paid with card. Прошлись немножко подальше. Здесь снова такое либо озеро, либо речка, либо что. Тоже утки. Пойдем, сыночек? Там вот тоже ступенечки. Лавочка. Вот там вот вообще очень красиво. Смотрите, какая красота. So calm here. See, you can sit here. Утки. Romantic. It's almost spring. Like spring catwil. Муж хочет этот кофе. Сейчас пойдем проверим, есть тут или нет. А с этой стороны тоже красиво. Смотрите, фонтан. Много уток. Да. Да, вижу, солнышко. Мы вернемся, посмотрим. Да, вижу, красиво. Такое место интересное, да? Здесь тоже что-то такое есть. Almost five. Eight minutes till. Why do you see it's closed? It says it's closed. But now it's not five. Сейчас пойдем кофе купим. Ай, потому что мне трусиха. 8 минут осталось. Это у нас Коста. Такие десертики тут есть вкуснячие. Да? У нас есть с собой. Миллионер. Short bread. Вау. Хлеб-миллионер. Прикольно. Только что вышли, купили кофе, вышли на улицу. Я подумала, что это утка. Она просто стояла, видите, она еле-еле идет. И она стояла, не могла двигаться, наверное. В общем, даже не кружилась, не крутилась. Я думала, это, ну, как, как это сказано, из статуи. Ну, в общем, вы поняли. А потом, как закружилась, мы с мужем, повернулась, вернее. Мы с мужем начали ржать. Оказается, это живая. Или он, или она не может ходить что-то с лапкой. А вот вторая утка, наверное, вышла с воды на проверку. Вот что значит любовь. Красивенькое местечко. Там вот, кажется, лебеди белые. What is love? Там вот лебеди купаются. Смотри, сынок, лебеди купаются. Лебеди купаются белые. Шонтанчик здесь. Тоже уток полно. Андрей кормит кексом шоколадным уток. И сразу все посбегались. Люди тоже с детками приходили. Тоже что-то дали. Поехали. Я, кстати, знаете, что только сейчас заметила, что это лежат такие, как женщины и вытянутая нога. Я изначально думала, что это как деревья, пуски деревьев. Потом присмотрелась, не поняла, думаю, смотрите. Голова и нога. А я даже не видела. Давай бумажечку. Андрей прям, видите, какой заботливый. Покормил всех. Все это до последней крошки. Лебеди вон поближе. Классная такая вот атмосфера. Так на лавочке можно посидеть. Красота. Лебеди вон поближе. Лебеди вон поближе. Лебеди вон поближе. Смотрите, куда мы зашли. Куда-то шли-шли. Зашли в какой-то лес, по какой-то дороге. Вот это, наверное, вишня расцвела. По-моему, вишней сейчас понюхаем. Да, по-моему, вишней даже пахнет. Куда-то идем, сами не знаем куда. Мы зашли на такой мостик. Интересно, куда он ведет дальше. Красивая дорога, да? Ой, машина поехала, я испугалась. Пришли на самую гору, зашли на самую гору посмотреть. А здесь деревья и плоховато видно. И не успели на сенсет, на закат. Думаю, там красивый вид был бы. А когда деревья разрастутся, будет весна. Будет вообще красота.